Никто не посмеется спросить, кто находил. Сами себе, знаете, вот многие врачи хвалят, а по мне она хуже каторгию. Хорошо, если жена попадется не в его лица. А их же сатанам дубки. А их же такая же целая мистер, хотите судить. Живую. Эмоции полковника Пискарева и с рассказа дипломат актер Сергей Баринов проживает с удовольствием, обыгрывая и раскрывая выделенные Чеховым детали. А еще он был Смирновым из «Медведя», а сыграв старого комика в «Лебединой песне», получил награду областного конкурса за лучшую мужскую роль. Первое же воспоминание писателей, как, наверное, и у всех, детское. После урока в четвероклашке просили учителя прочитать сказку. Это было на маленьком полустанке в Казахстане. Мы говорили, давайте сказку, давайте сказку. Он сначала передовицу, газету раскрывал, и вот столько зерна собрали, мы к нему приставали, дергали его после занятия. Мы собирались, это было так уютно, это было хорошо. И вот он нам почитал. Сказкой оказался рассказ «Злой мальчик». О том, что это произведение великого драматурга, Баринов узнал позже. А теперь, как режиссер, ставит сценки по рассказам писателя и мечтает собрать спектакль. Сегодня в музее вспоминает больше Чехова друга. Исаак Левитан и Антон Чехов начинали со съемных квартир и подработок в журналах. Левитан становится практически постояльцем в семье Чеховых и всюду следует за ней, куда бы она ни переезжала. Он был своим человеком в этой семье. И вот как-то раз, возможно, после рыбалки или после того, когда молодые люди Антон и Исаак бродили где-нибудь в окрестностях по лесам и лугам, впечатлившись красотой бабкинской природы, Левитан быстро написал этюд и подарил его Антону Чехову. Однажды семьи чуть было не породнились. Левитан влюбился в младшую сестру Антона Павловича, Машу, но получил отказ. Говорят, причиной стали его влюбчивость и вспыльчивость. Потом Левитан влюбился в лику Мизинову, в которую был влюблен и Чехов. Наверное, в это время между ними и пробежала небольшая черная кошка. Ну, впоследствии, конечно, они помирились. Дружба длиной в четверть века продлилась до самой смерти художника. Чехов пережил друга всего на четыре года. Из музея гости дня рождения отправились в театр. Зрители увидели спектакль «Вишневый сад». И «Вишневый сад» тоже завершился. Не просто так. Это был теплый прием. И в завершении был сладкий стол, любимое блюдо – пироги с курагой. В следующем году у Чехова юбилей. И праздник на родине планируют сделать еще более насыщенным. Олеся Слынько, Юрий Санкин, Дон-24, Таганрог.